День Матери В последнее воскресенье ноября в России его отмечают уже 15 лет. За эти годы Красный день календаря уже успел обрасти традициями. Каждый ребенок старается своими руками, с любовью сделать маме подарок. Моя мама работает фармацевтом. Я думаю, что это самая лучшая работа. Еще моя мама любит все делать по дому и помогает нам делать уроки и сочинять стихи. Я нарисовал паразит мам, потому что я ее очень люблю. Она добрая, ласковая и умная. Она мне даже иногда помогает уроки делать. Этот праздник для всех женщин, у которых есть ребенок или кто готовится к рождению крохи. Но есть и такие представительницы прекрасного пола, которые этот праздник считают профессиональным. Профессия мама Три детские кроватки, три горшка в однокомнатной квартире. Так и живут в семье Поляниных. Анна два года назад родила тройню. Двух девочек Ксюшу и Катюшу и мальчика Максимку. Сейчас мама с бабушкой смотрят фотографии и вспоминают, как удивлялись в роддоме такому редкому случаю. Вот какие маленькие были. Деточки. Кто это у нас? Это Катя? Нет, это Ксюша. Вот Катя. У всех малышей разные характеры. Катюша ловкая, общительная, настоящая звезда и заводила. Ксюша скромница, любит листать книжки и сидеть на ручках. Максим истинный мужчина, никогда не даст в обиду себя и сестренок. Мама Ани шутит, что после рождения троих детей ей уже ничего не страшно. Ее график за два года расписан по минутам. Часов 8-9 мы встаем, умываемся, завтракаем, потом играем, потом идем гулять, обедаем, спим, полдень, потом опять играем, ужин, моемся и спать. Ани не занимать оптимизмом. В ее семье живет еще кошка Масильда и птичка. Дети, считает Аня, должны любить животных. Масильда к частым объятиям уже привыкла. Вот и мышка. А корова мальчилочка. Давай, берем киску. Куда мы? Аню все члены семьи считают матерью героиней. Искренне восхищаются, как ей удается всех детей накормить, одеть, сводить на прогулку и уложить спать. И остаться при этом в хорошем настроении. Надо в первую очередь воспитывать себя. Это самое главное, потому что они любят, когда все последовательно и логично. То есть нельзя сегодня дать телефон, а завтра добрать и сказать нет. То есть, надо говорить сразу, нельзя. Каждая прогулка для семьи Поляниных – настоящее испытание. Коляска эксклюзивная, дорогая. Такую в магазине не купишь. Трехместный транспорт пришлось заказывать из Америки. Коляска весит 18 килограмм. Если учесть то, что у нас не приспособлены ни подъезды, то есть двери нужно открыть все настишь, это нужно двери все рычажки открыть, вытащить коляску. Дети в это время сами себе предоставлены. То есть это, конечно, очень-очень сложно. Жители соседних домов эту семейку уже знают. Каждый день Аня и дети выходят гулять. Кто-то из прохожих улыбается и желает удачи, а кто-то сочувствует. Таких людей Аня не понимает, считает, что справиться с троими несложно, а уж за одним уследить и вовсе легко. Я сама поражаюсь. Невестка настолько шустрая и умелая. Вот казалось бы, девочка, ну, уже, конечно, 30 лет это возраст, и очень долго она ждала этих внуков. И поэтому настолько все там выстроено, буквально поминутно, посекундно, и нас строят, и, в общем-то, все прекрасно у нее. Пока жить в пятером в однокомнатной квартире семье удается. Все рядом и под рукой. Но над тем, что будет через несколько лет, Аня не задумывается. Воспитывать троих детей все-таки экономически затратно. Дороговато. Единственное, что можно всегда воспользоваться распродажами в плане одежды. И достаточно по низкой цене можно купить приличную одежду. Вот. Также можно в интернете что-то покупать. Ну, естественно, конечно, в плане продуктов подороже, чем одного. Ну, как-то потихонечку справляемся. Бабушки помогают, дедушки. Всего час прогулки. Нужно сделать так, чтобы все трое крошек были довольны и спокойны. Потом домой. Впереди обед и сон. Аня тоже выспится, наверное, впервые за день. Сама женщина своей доли рада. Хочет иметь еще несколько малышей. Если здоровье позволит, непременно родит еще. И заведет собаку. Они с мужем давно мечтают. Пятеро детей и кролик по имени Зигмунд. Кажется, о таких семьях говорят. Дом полная чаша. Каждый вечер в семье Самойловых проходит по одному сценарию. Совместный ужин и чаепитие. Без него дети не уснут. В семье Надежды и Эдуарда четыре дочки и сыночек. Многодетный отец рассказывает, что первоначально пара не планировала настолько расширять свою ячейку. Скорее всего, и у меня, и у нее был какой-то переломный момент, после которого мы поняли, что это действительно наше. То есть, где-то примерно, я думаю, наверное, после третьего ребенка. Если правильно планировать свои силы, то все, в общем-то, как бы возможно. И особо трудностей, именно большая семья, как бы она не представляет для меня. Лизе 15, Соне 11, Грише 8, Злате 6, Тасе 4 года. У Надежды практически нет свободного времени. Старших детей нужно отвезти в школу, малышку в садик. Потом развести всех по секциям. Дети очень разносторонние. Ходят в музыкальную и художественную школу и занимаются спортом. Основная сложность, рассказывает Надежда, это решиться завести детей. А потом уже ничего не страшно. Каждый человек мечтает о счастье. И вот счастье – это когда можешь поделиться этим счастьем со своими близкими. А когда тем более их много, тем более, когда они маленькие. Надежда старается воспитать детей правильно. Так, чтобы они выросли дружными, готовыми прийти друг к другу на помощь. Я прихожу из школы после всяких занятий. Делаю уроки, потом мы с ними либо телевизор смотрим, либо со Златой и Стасей играем в куклы. Надежда – строгая мать. Женщина рассказывает, что со временем поняла. Детей не нужно баловать и задабривать. С ними важно выстраивать дружеские и доверительные отношения. Если у нас будут какие-то проблемы, мы можем всегда спросить у нее. И у нее всегда своя точка зрения на любую проблему. Мне кажется, что она очень интересна у нас человек, поэтому мы часто обмениваемся мнениями, например, даже по книгам. Дома Самойловы регулярно организовывают концерты и спектакли. К празднику дети приготовили своей самой лучшей маме на свете сюрприз. Заяц, Соболи и Белки. Питальный Таниль. Таниль. Машет палочкой пингвин. Белутон непонятный день. Чёрный франклый день надет. Белый гад и зелит. Двухсторонний мой гимнат теперь листывает ноты. Что такое? Двухсторонний мой губин. Двухсторонний мой гимн. Продолжение следует...